Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы попали на канал OK English Elementary. Рада вас видеть! Меня зовут Елена Викторовна Вагнистая, ваш учитель английского языка. И сегодня в нашем плейлисте мы продолжаем разбирать английские диалоги уровня Elementary, уровня для новичков. 77 диалог, видите, такое красивое обрамление новогоднее, он как бы у нас связан с праздником. И давайте посмотрим, я вам довольно-таки интересный диалог подобрала, посмотрим на него и послушаем его. Не пукайтесь, друзья мои, того, что здесь очень много букв. Да, действительно, диалог получился немаленький, он представляет из себя интервью в торговом центре где-то в Америке, где интервьюер, то есть репортер, берет интервью у детей и спрашивает, что им нравится по поводу нового года. То есть такой, в принципе, диалог хороший, интересный, интересно то, что в нем звучат не только взрослые голоса, но и детские. Самая сложная, конечно, здесь речь репортера, потому что она будет довольно-таки беглая, быстрая. Но давайте послушаем, я думаю, что многое вы все-таки поймете. Если что-то будет непонятно, конечно же, впереди мы все это разберем с вами. Субтитры делал DimaTorzok Окей, давайте теперь прочитаем и переведем диалог. Здравствуйте, это Чарльз Ричард с 7 канала новостей, и мы находимся здесь, в торговом центре, и опрашиваем людей по поводу того, как они празднуют Рождество. Здравствуйте, молодая леди, как вас зовут? Молодая девочка отвечает, Элизабет Картер. А хорошо, Элизабет, а как ваша семья празднует Рождество? Мы идем кататься на санках, потом мы едем в дом к моим бабушке и дедушке, а там у нас ужин вместе с ними. Well, this is great, and let me ask this young man. Отлично, теперь позвольте спросить мне этого молодого человека. Hi, what's your name? Привет, как тебя зовут? Johnny, Johnny. And Johnny, how old are you? Джонни, а сколько тебе лет? Five, пять. And does your family eat anything particular for Christmas? А твоя семья ест что-то особенное на Рождество? Turkey, индейку. And let's interview one more. И давайте возьмем еще одну интервью. And how do you celebrate Christmas? А как вы празднуете Рождество? What is the best thing about Christmas? And what does it mean to you? Что самое лучшее есть по поводу Рождества и что это для вас означает? Ребенок отвечает. It means getting off from school. Это означает, что в школу не нужно ходить. Yeah, well, that is all here from the city mall. Channel 7 reporting. Ну что ж, это все из городского торгового центра на связи. Канал 7. Отлично, друзья, мы видим, что в принципе не очень все это сложно. Тут одни и те же слова повторятся, несмотря на то, что предложения довольно-таки длинные. Быстро говорит репортер. Это особенность репортеров. Они очень-очень быстро говорят. Они мало работают с интонацией. Поэтому их речь кажется вначале довольно-таки непонятной. Итак, hello. Стандартное приветствие. Здравствуйте. Далее. Человек себя представляет. Когда он себя сам себя представляет. То же самое, кстати, принцип используется, когда вы говорите по телефону. Это такой-то человек. Я такой-то человек. То, как правило, говорят this is. This is Charles Richards from Channel 7 News. Это Charles Richards с канала 7 новостей. Channel, канал. Да, обычно канал указываем на так. Channel, потом его номер. Это как бы стандартная практика. And we're down here at a city mall. И мы находимся здесь, в городском центре. Слово mall американцы называют торговые центры. Там, где люди приходят покупать вещи, кушать, смотреть фильмы в кинотеатре. Перед словом всё-всё-всё-всё, этим занимаются молы. Сити, ну, городские молы, да. Торговые центры. Очень часто, кстати, слышу, что американцы, то есть наши русские, которые сидят в Америке, они так эти центры и называют. Молы. Даже не переводят. Это не обозначает, что мы прямо внизу, да, down. Мы просто находимся здесь. We're down here. Мы сейчас находимся здесь. Слово a ничего не означает, это слово паразит, это пауза. Её мы просто как бы обозначили на письме, так как речь как будто бы полная транскрибация того, что говорит человек. We're down here at the city mall. Мы находимся здесь, в городском центре. Это более дословный перевод. Interviewing people on how they celebrate Christmas. Далее. Мы находимся здесь и делаем мы тут что? Можно было бы сказать в континьюсе. We are interviewing people. Ну, здесь как бы можно подлежащую часть сказуемого выкинуть, оставить только действия. Interviewing people. Опрашиваем людей. По поводу чего? On how they celebrate Christmas. По поводу того, как они празднуют Рождество. Слово celebrate – это праздновать. Ну, и, соответственно, Christmas, Рождество – главный праздник. У католиков. And hi, young lady. И здравствуйте, молодая леди. Словом young lady очень часто обращаются к маленьким девочкам. И это такая форма, знаете, супер вежливая, но такая в какой-то степени чопорная. Young lady, молодая леди, юная леди. Этой формой мы намекаем, что мы уважаем девочку, но она при этом должна вести себя как взрослая, должна вести себя хорошо. Вот такое вот особое обращение young lady. And hi, young lady. Здравствуйте, молодая леди. То есть здесь будет обращение именно к девочке, даже не к девушке. What is your name? Как вас зовут? Стандартный вопрос, ничего сложного. Девочка отвечает. Elizabeth Carter. Elizabeth Carter. And Elizabeth. How does your family celebrate Christmas? И, Elizabeth, как ваша семья празднует Рождество? Видим стандартный вопрос в present simple, и опять же глагол celebrate. Девочка отвечает. We go sledding and we go over to my grandparents' house and have dinner with them. Видим, что дети такое дают. Очень длинное предложение девочка дает. Все три предложения все в одну кучу сбросила. We go sledding. Итак, sledding – это катание на санках. Соответственно, если мы занимаемся этим, добавляем глагол go. Как go shopping – занимаемся шоппингом. Go swimming – занимаемся плаванием. Go sledding – занимаемся катанием на санках. Катаемся на санках. We go sledding. And we go over to my grandparents' house. Go over – как бы приезжаем туда, отправляемся туда. И направление куда? To my grandparents' house. Grandparents – бабушка, дедушка. Ну и, соответственно, house – их дом. And have dinner with them. Have dinner – это ужинать. Есть ужин, да? We have dinner with them. Мы с ними ужины. We go sledding. And we go over to my grandparents' house. And have dinner with them. Далее репортер говорит Well, that is great. Стандартная фраза, ничего не обозначающая. Отлично, супер, замечательно. Репортер, мы видим, добавляет много ненужных слов. And, well, that is great. Почему он это делает? Потому что он хочет заполнить паузу, чтобы его речь вот так вот звучала, как, я не знаю, как один большой поток без лишних пауз. Это, в принципе, такой, как бы, стиль взятия интервью. Well, that is great. And let me add this young man. А теперь позвольте мне спросить этого молодого человека. Соответственно, young lady – young man, да? Если обращаемся к мальчику, но, как бы, в очень вежливой такой форме и как будто он уже взрослый и знает, как себя вести. Hi, what is your name? Привет, как тебя зовут? Johnny. And Johnny, how old are you? Опять же, вопросы стандартные, ничего сложного. Five – пять. And does your family eat anything particular for Christmas? А твоя семья ест что-то особенное на Рождество? Звучит слово particular – особый. Have anything particular – есть что-то особенное. Или eat – heavily eat. В принципе, разницы нет. Does your family eat anything particular for Christmas? И мальчик отвечает turkey – индейку. Кстати, если вы будете переводить, например, Google переводчиком, то, скорее всего, слово turkey он вам переведет как Турция, а не как индейка. И он на самом деле будет прав, потому что слово одно и то же. Но оно используется в совершенно разных смыслах, и я даже не понимаю, почему так. Так, turkey – это мясо индюка, да, индейка. А также turkey с большой буквы – это страна Турция или турецкий. Ну, нет, турецкий язык – это Turkish, да, а страна все-таки Turkey. Вот такие вот дела в английском языке. And let's interview one more. И давайте спросим кого-то еще. Давайте возьмем интервью еще у кого-то одного. One more и еще один. And how do you celebrate Christmas? И как вы празднуете Рождество? Опять же, это and бесконечно, которое, в принципе, нетипично для речи, но вот репортеру нравится так говорить. What is the best thing about Christmas? Что самое лучшее есть, связанное с Рождеством? Какая самая лучшая вещь по поводу Рождества? Более дословный перевод. And what does it mean to you? И что это означает для тебя или для вас? Ребенок отвечает. It means getting off from school. Это значит, не нужно в школу. Можно отдохнуть от школы. Get off – это отдых или отпуск от рабочего процесса. Getting off – соответственно, это было как бы состояние отпуска. It means getting off from school. Это означает, что отпуск или отдых от школы. Yeah, well, that's all here from the city mall. Ну что ж, это все с сети молла. That all, наверное, that's all. Тут S пропущено почему-то, да? That's all here from the city mall. Опять же, куча слов-паразитов. Yes, well, here. То есть, слова необязательные. Channel 7 reporting. Канал 7 докладывает. Или прямо на канале 7. Смотрите на канале 7. Reporting – вообще более дословный перевод, как докладывает. Ну, вот видим, такой, в принципе, простой диалог. Дети говорят вообще какую-то ерунду. Самая сложная – это речь репортера. Давайте мы с вами потренируемся и теперь проговорим этот диалог по ролям. Я буду вначале репортером, вы будете с детьми. Потом мы с вами меняемся ролями, и вам достается более сложная роль. Роль репортера. Окей, let's try. Hello, this is Charles Richards from Channel 7 News. And we're down here at a city mall, interviewing people on how they celebrate Christmas. And hi, young lady, what is your name? And Elizabeth, how does your family celebrate Christmas? Well, that is great. And let me ask this young man. Hi, what is your name? And Johnny, how old are you? And does your family eat anything particular for Christmas? And let's interview one more. And how do you celebrate Christmas? What is the best thing about Christmas? And what does it mean to you? Yeah, well, that's all here from the city mall. Channel 7 reporting. Супер, друзья мои. Я думаю, что тут, конечно, все получилось. Теперь интервью. Давайте я постараюсь примерно предположить, с какой скоростью вы будете читать. Если вы будете не успевать, речь тут очень длинная, трудно угадать. Старайтесь чуть-чуть ускоряться. Начинайте. Start, please. We go sledding, and we go over to my grandparents' house and have dinner with them. Johnny. Five. It means getting off from school. It means getting off from school. Отлично, думаю, все получилось, друзья мои. И что еще тут нужно сделать? Итак, вот вам новые словечки. Подучить их, идти даже красиво для вас оформила. И тот же самый диалог, который мы только что разобрали здесь, он у нас полностью на русском языке. Ваша задача сделать обратный перевод, уделяя особое внимание речи репортера. И я думаю, что в принципе все, что мы с вами могли разобрать, мы разобрали, дальше только практика. Теперь еще разочек с пониманием дела слушаем нашего диктора. Обратите внимание, что теперь его речь должна быть намного более понятной. И уже она не будет казаться такой быстрой и такой скорой, как это было в самом начале. Но я вам рекомендую несколько раз прослушать этот диалог, в том числе не подглядывая в английский текст. Старайтесь слушать его и воспринимать информацию на слух. Наверное, друзья мои, здесь все. Если урок вам понравился, не забывайте жать лайк, оставлять свои комментарии. И до скорой встречи в новых диалогах на канале. OK English Elementary. До скорой встречи. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok